Российские оккупанты, которые попали в украинский плен на левом берегу временно оккупированной части Херсонской области, продолжают рассказывать о том, как их обманом отправили на передовые позиции. Наше подразделение стояло ниже ГЭСа, остров. Сразу же после него, после ГЭСа. Все время находились там. Жили там же на острове. Чем занимались? Строили себе блиндажи изначально, потом наблюдательные посты. Есть ли потери подразделения? В нашем подразделении потерь не было, были ранены. После чего в службу в 9-й роте возникли конфликты с ротным на личной почве и с тем, что я не готов был выполнять задачи, которые нам ставили. Мне сказали, что если я не буду выполнять их, сам ротный переведет меня в подразделение Шторм, так называемое штрафбат по-другому, либо исправительный батальон, так сказать, или отряд. Я сказал, что нужно для этого сделать. Написать рапорт. Мы поругались, после этого я написал рапорт. Детальная причина, почему ты с ним вступил в спор? Конфликт был, задачи были поставлены по поводу копки. Я копал изначально. Приходил он, было, получается, ему медленно очень. После чего ставил задачи, которые нереально выполнить в краткие сроки. Я вспылил, мы из этого почти подрались. И он мне сказал, что он меня уберет. На острове мы были около шести суток, шесть-семь суток. А вам сказали на двое суток? Нам сказали день-два. Сколько вам с собой дали провизии? Провизии мы брали сами, кто сколько с дома, так сказать, взял. Сухпоек. Нам хватало, это грубо на три дня мы нормально питались. После чего мы уже начали делить на троих, на пятерых. Еда заканчивалась. Еды не было, ой, воды не было. Мы пошли в улицу, нашли болото. Набирали воду, через тряпку цедили, пили. Дальше. Дальше, сегодня утром, мы, получается, закипятили чай. И завязался бой. Мы только, можно сказать, проснулись. Пошла перестрелка. И в этот момент, ну, начали кричать, мужики, не стреляйте. С нашей стороны мы кричали. Они сказали сдавать, поднимать руки, выходить. Я был в окопе, у нас было где-то, ну, три человека. Подняли двое. Остальные уже лежали. Они закричали, стрелять не будем, выходите. Все, я вышел. Кто со мной второй, это был Женя, он уже не вышел. Либо его ранило, либо он уже не смог. Все, меня забрали. Все остальные ребята остались там. Нас отправили, сказали, что противника там нет, там все спокойно. Ваша цель – наблюдение. Вот она, ваша точка, вы должны находиться на ней. Изначально связывались по телефону, по интернету. Именно со своими, не командованием, а просто со своими ребятами. Задавали им вопрос, то есть, ну, что вообще происходит, как это все будет происходить. Нам сказали, что день-два вы будете там. После чего наши группы, такие же, кто остался, будут потихоньку менять. То есть, мы отсидели, зашло следующее. Также будет сидеть, наблюдать. Все, после чего на третий день пропал интернет. И связи у нас уже никакой не было. То есть, вас кинули на бой? Получается, да. Пленный россиянин рассказал, кто стоит за подрывом дамбы Каховской ГЭС 6 июня этого года. Каховская ГЭС была взорвана подразделением «Шторм», бойцами «Шторма». Ночью, в 2 часа ночи. То есть, ты пошел служить в это подразделение, когда узнал, что вы подорвали Каховскую ГЭС? Это я уже узнал в самом «Шторме». Ну что, ребята радуются тому, что они взорвали Каховскую ГЭС? Просто была эта, доведена информация. Никакой радости и никакого сожаления в этих словах не было. После подрыва Каховской ГЭС, какую катастрофу вы сделали? Затопление многих населенных пунктов. Это первое. Плюс экологическая проблема, болезни с водой все это. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова